Пересадка была в Якутске. Мимо по проходу лезли люди, повеселевшие, взбодрившиеся и разом заговорившие громко, как только самолет коснулся бетона. Еще бы! Бог миловал, все вроде благополучно, хочется на твердую землю, скорее, скорее! Только Лиля все сидела, никак не решалась подняться и вклиниться в толпу, распиравшую узкий проход. — Девушка, ну сколько ждать-то вас? — соседка напирала на нее. Волокла из-под ног здоровенный баул, дергала, а он все никак не вытаскивался. — Вы чего, не выходите? — не нервничайте, — посоветовал ей парень, сидевший у окна. — Все равно не пролезете. Соседка фыркнула, покрутила головой, словно поражаясь, что есть такие ни на что негодные люди. Можно вставать, толкаться, протискиваться, а они не встают и не протискиваются. Толпа не двигалась с места. Двери все никак не открывали. Дети хныкали и конючили, женщины шикали на них, обмахивались журналами. Мужики переминались с ноги на ногу, переговаривались, похохатывали. По всему самолету полки были распахнуты, из них торчали сумки, лямки, рукава, как не до конца выпотрошенные внутренности. — Когда нас выпустите, а? — Когда надо будет, тогда и выпустим. И вообще, займите свои места. К выходу мы вас пригласим. Но где там занимать места? После пятичасового перелета всем хотелось скорее на волю. Постоять, покурить, подышать. Все в порядке, мы живы, целы, до Якутска добрались. И дальше с Божьей помощью как-нибудь доберемся. Трап наконец-то подали. Открыли двери. Толпа заволновалась, зашевелилась, налегла, а потом потихоньку двинулась. — Да пропустите вы меня! — соседка полезла через Лили на колени и баут свой поволокла. — Сидит и сидит. Выходить давно пора она. — Ну вот, сыночек, — говорил за спиной ясный женский голос. — Мы почти дома. Еще три часа, и все в порядке. Представляешь, как хорошо. Папа нас будет встречать. Ты за папой соскучился? — Мама, три часа это сколько? — Три часа, сыночек, это три часа. Раз, два, три. Ты поспишь, проснешься, и уже будет анадырь. — Не хочу спать, я выспался. — Значит, книжку почитаем. — И книжку не хочу. Я буду на телефоне играть. Пропустив последних пассажиров, Лиля с трудом вылезла из кресла и постояла немного, приходя в себя. — Да уж, еще три часа и анадырь. Что же мне делать? Как спастись? Парень, защищавший ее от нетерпеливой соседки, ждал, и Лиля посторонилась. Он выбрался из узкой щели, в которую все эти долгие пять часов никак не помещались руки, ноги и спина, где невозможно было пристроить газету или ноутбук, некуда девать бутылку с водой, книжку и самое себя. Вытащил за собой портфель и только тут, в проходе, засмеялся. — Устали? — он потянулся, закинув руки за голову и высоко задирая локти. Голубая рубаха была измятая и сжевана. Пуговичка расстегнулась на животе, и он, стыдливо отвернувшись, быстро ее застегнул. — Я не люблю летать, — пробормотала Лиля. — Ну, это ваше? Парень достал с полки пальто, за которым потянулись еще какие-то вещи. — Так как мы сейчас летели, никто не любит. Это просто вивисекция какая-то. — Пойдемте? — Ничего не поделаешь. Ты взрослая, умная, решительная, и ты сейчас выйдешь из самолета. — Ничего страшного не происходит. У тебя командировка. Не очень простая и не слишком приятная, но всего лишь командировка. Ты справишься. Никаких истерик. — Я никогда не была в Якутске. В спину парню выговорила она, и он слегка оглянулся. На ходу он напяливал куртку, не попадая в рукава, и его портфель цеплялся за кресло, в котором валялись смятые газеты, пластмассовые стаканы, бутылки из-под воды, всякий мусор. — А вы? — Ничего особенного. Город как город. Я тоже здесь бывал только проездом. Несколько раз. — А вы знаете, куда идти? — Тут одна дорога, в здание аэропорта. — А там, знаете? Он наконец-то оглянулся по-настоящему. Девица бледная идет по проходу с таким видом, как будто в конце его уже весело полыхает костер, на котором ей предстоит сгореть заживо. Истеричка, что ли? Или просто не в себе? Хотя симпатичная. Он посмотрел на ее грудь. И сразу видно, что не дешевка и не из простых. Хорошо бы до она дарилетела. Вот и развлечение на время.